Дэниел Каннеман и Ама Стверски провели большое число экспериментов, подтвердивших эффект фрейминга, воздействия формулировки альтернатив на их оценку индивидуума. Начнем с классики. Участник эксперимента, вне зависимости от последующих действий, получает сумму в 1000 рублей. После этого ему предлагается гарантированно получить еще 500, вариант А, или с вероятностью 50% получить 1000, вариант Б. Как и в случае с азиатской болезнью, большинство людей оказываются не склонными к риску. 84% участников эксперимента выбирали надежный вариант А и только 16% вариант Б. Другую группу участников, неотличимую по своим характеристикам от первой, ставили в иные условия. Им первоначально выдавалась сумма в размере 2000 рублей, а затем предлагали либо гарантированно отобрать 500, вариант С, либо с вероятностью 50% отобрать 1000, но с вероятностью 50% оставить все, вариант Д. И снова в терминах издержек большинство участников, а именно 69%, выбирали рискованный вариант Д. При этом по финансовому итогу варианты А и С являлись полностью эквивалентными, равно как и варианты В и Д. Кстати, именно этот эксперимент послужил основой создания теории зависимости от точки отчета, которую мы будем подробно разбирать в последнем разделе данного модуля. Люди не столь сильно беспокоятся о размере богатства, как о его изменениях. Приведем результаты еще нескольких экспериментов Канемана и Тверски, в которых сопоставлялся выбор людей в ситуации, когда они получают прибыли и когда несут убытки. Все эксперименты заключались в том, что их участники сравнивали получаемые с определенными вероятностями ВП выигрыши. Например, они отвечали на вопрос, что лучше, гарантированно получить 3000 долларов или с вероятностью 80% получить 4000. И 80% опрошенных предпочитали надежный вариант, несмотря на то, что ожидаемый доход в нем оказался на 200 долларов ниже. Для каждого эксперимента с позитивным исходом проводился и негативный его аналог, в котором могли спросить, что предпочел участник эксперимента. Гарантированно потерять 3000 долларов или с вероятностью 80% потерять 4. В этой постановке вероятностную схему предпочли целых 92% респондентов. Хотя снова мы видим, что ожидаемые потери в этом случае на 200 долларов выше. Ну а все результаты приведенных экспериментов сведены в представленной на слайде таблице. В первой строке указаны сравниваемые варианты, а во второй – процент поддержавших каждую из альтернатив. К этой таблице мы еще вернемся. А пока только отметим противоположность результатов, полученных в случае позитивных и негативных исходов. Во всех четырех экспериментах в случае позитивных исходов большинство участников выбирало первую опцию, а в случае негативных – вторую. Причем доли, осуществивших такой выбор, были очень велики. Например, во втором эксперименте 86% респондентов предпочли почти гарантированно с вероятностью 90% получить 3000 долларов, чем с вероятностью 45% получить 6. В то же время 92% предпочли с вероятностью 45% потерять 6000 долларов, чем почти гарантированно потерять 3.